Я приветствую всех на канале Да, это так. Меня зовут Максим Назаров. Рад каждому, кто заходит на наш канал, подписывается. Ну и те, кто не подписывается, приходят снова. Друзья, ничего не стоит сделать прямо сейчас. Нажать кнопочку подписка и колокольчик, чтобы не пропустить свежих, интересных разговоров. Сегодня мой гость Святослав Пискун. Святослав Михайлович, рад вас приветствовать снова. Все вас знают как самого яркого генерального прокурора Украины. Ну и иногда кажется, что, блин, а мне кажется, вообще в Украине единственный генеральный прокурор был Святослав Пискун, ну и Луценко. Луценко там, вы понимаете, как вспоминают. Поэтому я думаю, что беседа наша будет, как всегда, интересна. Друзья, у нас есть большое интервью со Святославом Михайловичем. Посмотрите обязательно. Ссылочка будет в описании к этому видео. Святослав Михайлович, я хотел бы с вами начать с такой темы, которая сейчас стала очень резонансной в эти дни. Значит, в чем резонанс? Бизнесмен, блогер один, значит, написал пост. Пост эмоциональный в Фейсбуке о том, что вот то, что мы имеем сейчас, война, мы якобы это все заслужили, сами виноваты. Все потому, что мы на протяжении 30 лет так безалаберно относились к государству, к стране, к нашему будущему, к нашему настоящему, к выбору, к выборам и так далее. И этот пост оброс с большим резонансом. Начали оправдываться политики, в первую очередь, что нет, украинцы не виноваты в этой войне. Вот супруга, я вот наткнулся сегодня на пост, Алиси Бацман, супруга Дмитрия Гордона, написала, что ни в коем случае украинцы не виноваты в этой войне, как бы там кто это ни представлял. Многие-многие-многие политики высказались, а в чем суть, мол, если бы мы четко понимали, знали себе цену и готовились к этой войне, то ее бы и не было. Абсолютно такой, знаете, тезис вроде справедливый, а вроде бы немножко предательский. Как вы считаете, вот все, что сейчас происходит с украинским обществом, вот эти скитания от эмоций к эмоции, чем это все закончится и какими последствиями чревато, Савислав Михайлович? Вы как мудрый человек, вы как политик, юрист. Спасибо. Вот смотрите. Во-первых, к какой войне мы должны были готовиться на протяжении 30 лет. Если у нас еще 3-4 года тому назад был договор о дружбе и взаимодействии и взаимопомощи между Украиной и Российской Федерацией. Но мы же были стратегические там партнеры, закон о дружбе, да, о взаимопомощи. К какой войне мы должны были готовиться? То есть открыто, открыто ставить танки на границе со страной, с которой у нас есть договор о дружбе, о стратегическом партнерстве. Но это же смешно, правильно? Поэтому готовиться мы должны были тайно. Тайно нужно было готовиться, наверное. Ну а где было взять на это деньги? Дело в том, что если вы... Не грабить, например. Да, если, я скажу, если вы, например, проследите за последние 20-15 лет экономику Украины, то экономика Украины развивалась в основном за счет продаж ресурсов. Не готовой продукции, а ее земельных ресурсов за счет транзитных коридоров, за счет портов и за счет перевозок. На этом это были основные, как бы, ну вот, ключевые моменты, на которых строился бюджет страны. Естественно, оборонпром имел заказы, эти заказы были незначительные, потому что мы понимали, что воевать с Западом нам не нужно. У нас там нету, у нас нету там врагов. Россия делала вид, что она наш друг, делала вид, что она наш друг, и с нами заигрывала, и заигрывала, я скажу вам, очень грамотно. Вы забыли, когда за Януковича проголосовало 50 с чем-то процентов населения, хотя кому было непонятно, что он несет в себе российские нарративы. Но за него же проголосовали, понимаете? Тогда нельзя сейчас говорить, что мы все время находились в состоянии подготовки к войне с Россией. Но нам нужно было, вот не было стратегического мышления у нашей власти, понимать, что это все наигранная ситуация, которая рано или поздно, или очень поздно превратится в войну, либо в военные действия, либо в военные конфликты. Святослав Михайлович. Надо было иметь дар предвидения нашей власти. Ну вот смотрите, да, смотрите, здесь многие спорят, автор этого кипиша, да, и вот этого флешмоба, Алексей Толкачев, это футуролог, писатель, значит, просто вот я процитирую, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, он пишет, крик души, можете меня после этого бить ногами, но я скажу, украинцы заслужили эту войну. Нынешняя война является закономерным следствием 30 лет нашей бесхозяйственности, разгильдяйства, эгоизма, воровства, моральной деградации. Мы проиграли страну, которая в 1991 году по уровню ВВП всего в 5-7 раз уступала Китаю. Все спустили, разворовали, разрушили, ничего, никого не ценили. Почему так? Потому что урвать эгоизм стали нравственным кредо наших людей. И вот он там описывает свои собственные кейсы, как он занимался бизнесом, как он уволил всю украинскую команду из-за жадности и так далее, и так далее, и нанял турков. Ну, в общем-то, вот это вот все. И поэтому пишу это, в конце добавляет автор, ибо любовь это не головки гладить. Иногда именно любовь требует того, чтобы обратить внимание на недостатки, сделать больно, чтобы человек изменился. Мы должны стать теми изменениями, которым мы стремимся, стать украиной мечты. Почему я спрашиваю об этом, и почему я наш разговор начал с этого? Еще раз повторю, огромный резонанс, все пишут, украинцы не виноваты в этой вине. Это понятно, жертва, вы как юрист точно знаете, жертва никогда не виновата в действиях насильник. Если ее уже придумали, что ее нужно съесть, ее съедят. И что ты не делай, главное зубы. Зубы мы не точили, потому что нам это было выгодно, не точить зубы. Потому что газ у нас был дешевый, нефть у нас была дешевая, энергоносители российские у нас были дешевые. Мы за счет этих дешевых энергоносителей, используя наши недры, производили там сталь, алюминий, там еще, еще, сеяли, пахали, продавали. И таким образом Украина выживала. И когда мы начали разворачиваться резко в сторону Запада, Россия начала нам ставить условия практически невыполнимые. Потому что они поняли, что мы от них уйдем. И результатом вот этих невыполнимых условий и агрессивной политики России является вот эта война. Мы же не думали, что они пойдут открытой войной. Да, энергетический коллапс, да, какие-то санкции, да, нам не продавать, да, обходить нас, строить обводные коридоры, что угодно. Но то, что пойдут открытой войной, никто на это не рассчитывал. Мне кажется, даже на Западе на это не рассчитывали. Но у них хватило наглости полезть на Украину открытой горячей войной. Понимаете? Они обиделись на нас, что мы не хотим с ними дружить. Но разве дружба – это родственники? Дружбу выбирают две стороны, а не одна сторона. Да, не выбирают родственников. Но друзей имеет право человек выбрать. Как и страна, она имеет право выбрать друзей. Светлана Михайлович, тут думается все-таки более глобально с точки зрения рассуждений «друзья-не-друзья». Это было объяснено миллион раз в рамках геополитических интересов. Понятно. Но мы имеем право сами определяться. Если вы независимое государство, мы говорим «ребята, вы же нам сказали, вы независимое государство». И мы вам сказали, не мешайте нам самоопределяться, не лезьте к нам. Вы независимое государство, но есть нюанс, да? Есть нюанс, да. Ну из-за них же мы и стали зависимыми теперь. Куда они нас толкнули? Они нас толкнули туда, куда они не хотели, чтобы мы шли. Ну, я думаю, что мы зависимыми стали все-таки в большей степени пост-13-го года. Я думаю, именно если мы говорим о западных партнерах. До этого, возможно, мы были частично, как вы говорите, зависимы от дешевого газа или от чего-то еще. Хотя, в принципе, мне кажется, в период второго Кучмы и Ющенко мы не были сателлитами России. Абсолютно нет. Мы были независимым государством. Конечно. Но при этом и войны не было, да? И дружба была, и все остальное. Ну да. Сергей Михайлович, тут, смотрите, я вот почему начал эту беседу с этого резонансного флешмоба. Потому что сейчас, вот рассуждает автор и все остальные, что привело к большой войне. Путин негодяй, то-се, пятое-десятое. Но мы сейчас, полтора года находясь в этой войне, видим огромное количество коррупционных преступлений, откровенный грабеж, военкомы, которые обогащаются. Там вот какие-то расследования журналисты постят, восстанавливают дома, поврежденные от войны, отмывают миллионы на этом. Каждый день, вот эти все прозоро, там-сям, пятое-десятое. И у людей возникает вопрос. А какого черта? А за что ж мы воюем? Сергей Михайлович, и кажется, когда, знаете, выходит президент Зеленский и крик души у него, мол, давайте будем разбираться, кажется, что Владимир Зеленский тоже чуть-чуть наивен по отношению к своей команде, по отношению к народу, который должен был измениться. Или вот это такая игра, как вы думаете, вот что порождает вот это вот все воровство, эту гниль, которую мы вроде бы пережили, и которая должна была изменить война, откуда она вообще у нас сейчас? Самый ответственный момент. Вот вы знаете, удивительное событие, правильный вопрос вы задали. Обычно во время введения войскового стану, военного положения, войскового стану, правоохранительные органы начинают работать намного эффективнее. Сокращается количество преступлений, увеличивается количество преступлений, которые финансовых и экономических, которые начинают рассматриваться судами. Для того, чтобы люди не воровали во время войны, для того, чтобы не отбирали у армии деньги, боеприпасы, аптечки, гуманитарную помощь. Активизируется работа правоохранительной системы, увеличивается количество полицейских, следователей, прокуроров, судей, и создаются специальные трибуналы военные, потому что возникает более 100 тысяч военных преступлений, воинских преступлений. Понимаете, это же надо кому-то расследовать. Страна переходит на рельсы военного времени. Да, ущемляются какие-то демократические институты. Не без этого, конечно. Ты никуда не денешься, потому что идея освобождения государства, земель и независимости, и идея победы в войне становится доминирующей во всем. Но в то же время, когда это все нормальному человеку понятно, мы берем тупую статистику, тупую. Ну, при том, если говоря о статистике, у нас же нет государственной единой статистики. У нас каждый орган, каждый орган пишет свою статистику. ДБР пишет, что они в суд направили в этом году 336 уголовных дел, а Генеральная прокуратура пишет 130. Кому мне верить? Вот мне как прокурору, блин, кому? Пишет там на Бушу, отправила столько, а Генеральная прокурора пишет, что меньше прокурора. То есть я к чему? Я к тому, что, во-первых, должна быть единая государственная учебность. Это раз. Ее должен вести независимый орган. Это два. Третье. Мы должны понимать, если у нас рост преступности, значит, не работает какой-то закон. Или ряд законов. Если мы создали целую сетку правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, а эта коррупция процветает, либо они не работают, либо нету закона, на который они могут опираться в своей деятельности. А вы мне скажите, а кто это проанализировал? А кто выступил с этим докладом? А кто рассказал президенту и обществу, что в действительности происходит, дошло до борьбы с преступлениями? Дошло до того, что американцы открывают прямую линию, где граждане должны сообщить им о совершенных коррупционных преступлениях. У меня вопрос. Какое право американцы имеют расследовать дела на территории Украины? Никакого. То есть, нема такого права. Значит, что? Они не верят нашим правоохранительным органам, что они по каждому факту, по каждому сигналу возбуждают дела и проводят расследования. То есть, они подозревают даже руководство наших правоохранительных органов в коррупции, где они скрывают преступления. Вы понимаете, что это? Это сигнал очень нехороший. Очень нехороший. Потому что они сделали прокладку иностранную. Они молодцы, они пытаются нам помочь. Но они создали прокладку между гражданином и правоохранительной системой Украины в виде американского телефона. Понимаете? Это ну что? Вы же все понимаете. Американский следователь не может расследовать здесь дела на право. Значит, все равно оно вернется к следователю Украины. А что делать следователям ДБР, который расследует сегодня 80-90 тысяч военных преступлений воинских, имея тот же штат, который у них был перед войной? Зачем записали? Это годами, понятно. Зачем записали в закон, что ДБР уследует военные преступления? Напишите, что военные преступления в отношении первой, второй, третьей категории государственных служащих. А все остальное отдайте в военную юстицию. Создайте органы дознания, чтобы разбирались специалисты, юристы, военные, так как это им профессионально понятно, что произошло с этим самовольщиком или человеком, продавшим автомат. А вы знаете, Связан Михайлович, в чем? Мы же не один год обсуждаем. У нас война с 2014 года, и с 2014 года на повестке дня вопрос, почему украинские власти не создают военный трибунал? Юстицию не создают. Ну, и в целом, глобально, да. А кому это? Вот зачем? Вот зачем? Ну как? Ну и что? Ну и крадут, ну убегают, ну пропали аптечки, ну попал. А кто вы, скажите, как вы думаете, а вот эта гуманитарная помощь, которая пропадает вагонами, тоннами, сотнями тонн, на 30 миллионов аптечки, где кровь нашим пацанам надо было перевязывать, останавливать японские аптечки? Это же для наших бойцов кто? Как оно пропало? Вы думаете, оно пропало без ведома какого-то руководителя какого-то подразделения? Ну не смешите меня. А он кто? Он из какой команды? Из той же команды, где руководители всех правоохранительных органов. Ну ворон, ворон, ну сколько? Я уже об этом говорю 25 лет. Не назначайте вы руководителей правоохранительных органов из членов команды, которая пришла к власти. Ну конечно. Назначайте за позиционеров. Закон демократии. Ну и вы будете иметь такой головняк, вы не будете знать, что с нами делать. Нет, вы не будете воровать. Но нельзя. Нельзя, потому что надо нажиться. Неизвестно, чем это все закончится. Святослав Михайлович, вот вы обратили внимание на западных партнеров. Говорите, да, они нам помогают, но они создают прокладку между гражданином и ответственностью в данном случае. Ну смотрите, вот видите, Владимир Зеленский, я во второй раз использую это слово наивно, потому что когда Владимир Зеленский, верховный главнокомандующий, иногда выходит на какое-то интервью или пресс-конференцию и говорит, у нас нет коррупции. Такой, сидишь, смотришь, думаешь, или ты дурак, или лыжи не едут. Про себя думаешь. А вот что вы знаете о Владимире Зеленском? Вот вы мало о нем знаете. Иногда думается, что мы знаем о Зеленском все. А я вам скажу, я знаю намного больше. Я вот наблюдаю за нашим президентом уже лет 15. Я еще когда-то заметил в нем потенциал. Я был на всех концертах 95-го квартала. Я сидел в пятом ряду. И посмотрите, все их первые концерты всегда Пескун сидит в пятом ряду. И сидит вся моя семья. Потому что мне приносили пригласительные. Приглашали на концерты 95-го. Я с удовольствием ходил. Несколько раз встречался. И я знаю, как варилась эта кухня. Владимир Зеленский очень толковый, умный человек. Он не просто не знает, это неправда. Он все монологи помнит на память. Посмотрите, сколько он произнес монологов в кино, со сцены, на выступлениях. Вы хоть раз видели, чтобы он читал? Нет. У него прекрасная память. Он все помнит. Он каждое слово знает. Он каждый доклад помнит. поэтому не надо говорить, что Владимир Александрович не все знает. Другое дело, у него не с кем идти в этот фронт. Если у него есть хотя бы пару человек, которые на том фронте, то по этому фронту ему еще пока не с кем. Подождите, на фронте борьбы с коррупцией Владимиру Зеленскому не с кем пойти и побороть эту коррупцию? Пока нет, потому что заняты войной. А теперь смотрите, еще один момент. Вы знаете, как писали сценарии 95-го квартала? Там принимали участие около 150 авторов, которые писали по кусочкам. И Владимир Зеленский выбирал лучшее из того, что написало 100%. Государственное управление немножко по-другому работает. Нет, информация остается в голове и не забывается. Вот почему как бы можно говорить о том, что он все знает, все понимает. Другое дело, что он не делает или не может сделать, или время не пришло. Я не хочу сказать, что он не хочет. Я не имею права. Светослав Михайлович, в приватном разговоре, я писал об этом у себя в телеграм-канале недавно, вот недавно совершенно в приватном разговоре с одним очень известным и, ну, так доля распорядилась, скандальным депутатом от «Слуги народа». Значит, я общался, и вот он мне говорит, искренне говорит, я ему поверил, по крайней мере, в его правду. Он мне говорит, «Макс, я тебе клянусь», вот он поклялся прямо, я тебе клянусь, Зеленский и Ермак не грабят эту страну. То есть, Зеленский и Ермак, вот те руки, ну, чего он и брал? Я говорю, «Клянусь тебе». Я говорю, «Ну, я верю». Зажду, «Ну, хорошо, я тебе верю». «Ну, я тебе верю». «Но, говорю, вот есть там вот это, 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 это». «Ну, это же не Зеленский». Они, «Зеленский об этом не знает». Или Зеленский… «Я спрашиваю, как?» «Он говорит, ну, вот так». «Свенам Михайлович, я у вас хочу спросить, ну, насколько это возможно? Я могу поверить в добрые, светлые глаза Зеленского. Я их видел, вот на таком расстоянии мы с ним, вот. Я могу в это поверить. Но как такое возможно? Я сейчас скажу. Вы знаете, как была построена работа у меня с президентом Кучмой и с президентом Ющенко? Кроме меня никого в комнате на докладе не было. Только я один. Это было мое условие. Это было мое условие. Я говорю, или я доповедаю сам, или я пишу рапорт и я ухожу. Мне не нужны свидетели моих разговоров с президентом страны. Это первое. Второе. Нужно не просто докладывать о том, какие у нас проблемы, а нужно принести пути решения этих проблем. И одним из путей решения этих проблем это вернуть генеральному прокурору право законодательной инициативы, которое у него было до 96-го года. Это очень важно, потому что генеральный прокурор, анализируя состояние борьбы с преступностью в стране, понимает, на какую точку нужно срочно нажать, какой орган нужно срочно реформировать, для того, чтобы он дал результат. Но депутаты плевать хотели на мнение генерального прокурора, потому что он от них зависит. Они его снимают, назначают, идут на него, жалуются президенту, а когда у него есть право законодательной инициативы, они начинают к нему прислушиваться. А вдруг он протащит что-то такое, где депутат сразу на цирло упадет по отношению к правоохранительным органам. Поэтому вот это надо вернуть, если первое, о чем мы можем говорить, да. Второе, нужна постанова Верховной Рады, не базар, что мы реформируем правоохранительные органы. Базар уже не прокатывает. Как говорил наш президент, но мы же не лохи. Правильно? Не надо из нас делать лохом. Постанова Верховной Рады проголосованная о реформе правоохранительной системы в Украине. Первое, второе, третье, пятое, десятое ответственные лица, термины выполнения за невыконание або криминально, або службово ответственность. Все. Если будет смахивать на халатность, то криминально. Если это сделано, потому что он не мог это сделать, тогда ответственность дисциплинарности. А базар уже все, базар не катит, Макс, понимаете? Да вот катит, понимаете, вот вы, я вас понимаю прекрасно, вы уважаете закон, вы уважаете государственную систему, вы говорите так, как надо. Да, ну вот сегодня, например, мы видим суд, я так понимаю, что абсолютно в сроке. Сегодня не так, как надо. Я же говорю, сегодня не так, я говорю, как надо. Да, да, ну вот я же говорю о том, что вы говорите, как вообще в принципе должно быть, но сегодня это не так. Сегодня суд приговорил к пяти годам лишения свободы администраторов какого-то телеграм-каналов где-то в регионах, Черниговская или Черкасская область, не помню. Они, у них был телеграм-канал, в котором сообщалось, где дают повестки. Ну там, ну вот вы знаете, это распространенная в телеграме история, там вот там дают повестки, там, там, там. Значит, очень быстро это все случилось. Не суть. там статья, мол, значит, препятствия вооруженным силам Украины и так далее. Здесь все понятно. Это тоже, ну, можно рассматривать как преступление. Вопрос в другом. Вот такие истории рассматриваются молниеносно, а когда грабят у вооруженных сил Украины, нагло грабят. Об этом все забыли, это у следователя в кабинете похоронили, в судах похоронили, судью уволили, судья сбежал и так далее. И у общества возникает вопрос, да черт возьми, как такое может быть? То есть, какой-то сраный телеграм-канал. Это, Макс, это имеет свое название, свой термин. Называется регулируемые правосудия. Как от этого избавиться? Я понимаю, что это регулируемые правосудия. Как от этого избавиться? Западные партнеры не помогают нам в этом, точнее, они не способны в этом нам помочь. Они уже сломали, сломали не одну ручку, выписывая доганы, скажем так, да? А как же это изменить? Ну, то есть, получается, беззаконие рождает беззаконие. Ну, конечно. Ну, так у нас будут тогда суды линча, у нас, я не знаю, будет анархия полная. Как это исправить? Будет. Будет. Когда вернутся военные с фронта, будут и суды линча, и будет анархия. И они будут расстреливать этих военкомов, которые их отправляли на фронт, а сами строили дома. в Испании, там, и в Италии. Конечно, будет. И к этому надо быть готовы. Написало американское издание, что после войны, по окончании, полтора миллиона граждан Украины будут нуждаться в психической реабилитации. ПТСРы, да. Скажите, вы готовы сегодня пролечить полтора миллиона людей, которые каждый день убивали? Кто готов? Где? Как? За какие деньги? Вы же понимаете, придут инвалиды, придут контуженные, придут люди, которые потеряли все. Это очень серьезно, очень серьезно, и внимания этому никто не уделяет. Они потеряли семьи, жены уехали, стали любовницами, женами других людей в Европе, дети растут в другой школе, Европа перестанет принимать мужчин, которые провоевали, у которых есть справка, что у него есть психическое заболевание, или инвалидность, или еще, перестанут. Европа не будет нас кормить, не надо на это рассчитывать. И вот эта вся бригада будет вариться в одном котле, который называется Украина. Притом, там, чтобы разминировать их земли, там, дома, где они жили, и что они защищали, надо 500 лет, говорят англичане. А что 500 лет там вырастет за 300 лет, интересно, на этих болотах, которые сейчас минами усыпаны. А там еще 2-3 года, 5 лет ничего не будет. То есть, там нет земли. Понимаете? А людям-то надо жить, надо кушать, надо воспроизводить, государству надо существовать. Поэтому единственный способ утихомирить, угомонить и дать надежду людям на справедливость. А справедливости не будет без реформы правоохранительной системы. Если они увидят, что за мешок картошки дают 5 лет и за взятку в 150 тысяч дают 5 лет, все, они будут возмущены, потому что ему взятку никто не даст. А вот если нужно будет взять мешок картошки где-то, чтобы семью накормить, он ее возьмет. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал «Да, это так». И не забудьте поставить лайк этому важному разговору с Светлой Пескун. Вместе со мной прямо сейчас на связи. Есть еще одна тема, их еще парочку с Светлой Михайловичем. И это касается более широкого понимания войны и мира. Ну, подожди, извини, вот простой пример. Я не думал, но скажу. В Одесской области тракторист нечаянно ехал с поля, сбил девочку. Он схватил ее, повез в больницу, в реанимацию, ее лечили. Ей пытались оказать, ну, нечаянно, он не увидел, что девочка там на велосипеде стояла на обочине. Он был на огромном тракторе, выехал с поля, с кукурузного. Но он сделал все, чтобы этот ребенок выжил. Ему хлопья дали 8 лет или 9, уже дали, буквально за месяц. А есть судья, который сбил военного на посту. А где вообще, что с ним происходит? Кстати. Не, я вам просто так напоминаю. То есть, вы понимаете, вот люди же это все видят. И мне пишут, почему я сейчас вспомнил об этом. Мне пишут, Александр Михайлович, поинтересуйтесь, что с этими делами. Почему этому уже все впаяли? Хотя родственники все простили, все, ну, понятно, несчастный случай. А тому не могут впаять. У меня вопрос. Что вы собираетесь дальше делать с этими автоматчиками, которые придут через год-полтора, голодные и боссы? Вы что, собираетесь их куда? На Марс отправлять? Это очень яркий пример, описывающий все то, что в Украине происходит последние как раз-таки 30 лет. Касты, своя собственная справедливость у каждого своя. Ладно, почему жили по понятиям, а тут же и не по понятиям. По понятиям, вот смотрите, американцы живут по понятиям. Американская страна создавалась как понятийная страна. Туда съезжались и Австралия также создавалась. Туда съезжались бандиты, судимые, извините меня, проститутки, которых чистокровная Англия, Франция, сытая Германия выживали как вредный социально нездоровый элемент. И вот этот социально нездоровый элемент садился на корабли и уезжал на новые земли, в Америку. И тогда не было закона Конституции Соединенных Штатов, законов Соединенных Штатов. Тогда кто были? Шерифы и судьи. И судили как? По понятиям. То есть было звучаевое право. Они создали свое звучаевое право обычаевое. Ну, у нас звучаево, да, я тоже не знаю. Да, право обычаево. И вот эти обычаи потом перекочевали Конституцию Соединенных Штатов и после этого на базе Конституции начали формироваться законы. Но первое общество это было понятийное общество. Да, у нас вообще черт ногу сломит. Конституция идеальна, кодексы идеальны, а ничего ни хрена не работает. Ни понятия, ни закон. Потому что где мы начинаем, где начинается ошибка? Ты серьезно очень сейчас разговор затеял. И я чуть-чуть где начинается ошибка? Ошибка начинается с того, что каждый президент повторяю, каждый приходя во власть. Я еще сейчас скажу, как они приходят во власть. Ты задал вопрос сначала. Вот. Начинает с реформ. Вопрос. Кому нужны эти реформы, если старая не работает? Почему вы на базе старой неотработанной реформы начинаете новую? Ну начните уже бляха-муха с нуля. Нет. Берут старую и начинает причесывать под человека, под команду президента, под его хотелки. Пусть на меня никто из президентов не обижается. Так получается. И каждая реформа благоволения президента говорит, да, вот так хорошо, вот так у нас там этот, у нас свой этот, у нас свой этот, вот так давайте пропишем, у нас тут все схвачено. А что будет через пять лет? Это же никого не интересует. Понимаете? Это первая ошибка, что каждый президент реформирует под себя руководители правоохранительных органов должны быть лишены партийной принадлежности. И идеальный случай, если они будут назначаться не из членов команды, которая у власти, тогда власть начнет оглядываться на то, что она делает. Это второе. И третье. Каждый парламент, Макс, пять-шесть тысяч законов принимает за свое... Приляйся, точно. Шесть тысяч законов. Зачем нам шесть тысяч законов, если мы не выполняем один? Давайте же пересмотрим это все. Давайте создадим государственную комиссию после войны, и мы просто ликвидируем те законы, которые повторяются, накладываются, не работают. Один закон отменяет другой. Законы, которые не соответствуют Конституции, законы, которые вообще время поменялось, уже другие совсем технологии, понимаете? В итоге нихрена не работает. Вот, мушаколапс, никто не разбирается. Нету аналитической группы, есть, наверное, какая-то аналитическая группа, которая поднимает телефоны и звонит... Прибители приклеить. вот так, давайте этому 5 лет, этому 12, этого закроем, этот диссидент, вот этот враг народа, все. А нету такой группы, которая бы проанализировала это все и сказала, ребята, так мы же с вами в прошлом веке живем. Что мы делаем? У нас 80% законов были написаны в 1933 году Иосифом Сталином. Вы что? Какая Европа, блин? Ну, я не знаю, кому-то надо над этим, с этим разбираться. А как приходят президенты к власти и как депутаты приходят к власти? Если бы я один раз не пробалотировался, я вообще нифига бы не понимал, что происходит. Но мне повезло, я один раз пробалотировался на мажоритарном округе, занял третье место, слава Богу, что я не прошел, а то мне пришлось бы кормить весь этот округ нафиг и там жить и убиваться. Господь меня миловал, что я там не стал депутатом. Но они мне до сегодняшнего дня пишут и благодарят за то, что я сделал и просят прийти и опять балотироваться. Не буду, потому что семья меня не пустит. Но все решают председатели областных избирательных комиссий. Я единственный генпрокурор, при котором посадили в тюрьму несколько председателей областных избирательных комиссий. Единственный я. Почему? Потому что, не потому что я такой хороший был генеральный. Ющенко меня заставил довести эти дела до конца. Он говорит, я тебе не пробачу, как ты их не посадишь. Я говорю, все-все, я знаю, там есть склад злочин, посажу. И мы посадили. Так вот, я тебе скажу. Это после выборов в четвертом? А вы Ющенко не объяснили, что третьего тура выборов Конституция не предусматривает? Он все знает. Чтобы на себя не выйти. Макс, Макс, послушай, что интересно. Тайня там. Послушай, как бы люди не голосовали, кто бы не голосовал, дают взятку председателю областной комиссии, он переписывает протоколы, ставит горячую печать, и если вдруг кто-то в чем-то засомневался, то бюллетени сгорают. Или их мыши съедают, или их повезли, и они утопились. Или их нельзя найти, эти бюллетени. Понимаете? Мы воевали с этими округами в год, вели следствие. Мы не могли никак понять, как эти бумаги доходят до центрального сервера, и у кого от него есть ключ. Поэтому, если завтра надо будет избрать, например, Макса Назарова президента, и у тебя будут деньги на взятки всем председателям областных комиссий, ты станешь президентом. Даже можешь не выходить на телевизор и ничего не рассказывать. Понимаешь? Сделают из тех притоколов, которые не за тебя, поставят дополнительный крестик, и они будут вызваны. Владислав Михайлович, может смертную казнь вернуть и конкретно за коррупцию руки отрубать, смертный приговор, я уж не знаю. Реально ужесточить наказание за эту коррупцию, политическую и все остальное. Я тебе скажу, дружище, ослаблен общественный контроль. Общественные контролеры, которых люди избирают для того, чтобы они контролировали законность действий власти при выборах, это бедные люди. Его купить 500 гривен. Нет, погодите, у нас общественный контроль, это сейчас журналисты. О, а что вы говорите? А они же такие бессеребрянники вообще. Нет, понятно. Абсолютная заказуха, это непонятно. Но так или иначе, заказуха не заказуха, но оно работает. То есть общественный резонанс вызывает. Да, но еще же есть регуляторы, которые это пускаем, а это не пускаем. Понимаешь? А во время войны этот регулятор работает очень эффективно. И я согласен, цензура нужна. Обязательно. Потому что во время войны без цензуры такого намелют, что действительно придут расстреляют. Понимаешь? Люди придут убьют. Поэтому тут надо найти баланс. Надо найти это задача власти. Найти баланс между здоровой альтернативой и здоровой правильной критикой и тем, что власть наработала и сделала. А то власть немало сделала. Особенно во время войны они поработали. И они поработали хорошо. Потому что результат есть. Нас не поработили. И это уже результат. Но тут еще понимаете наши друзья партнеры. Если бы не они, то не известно. Да известно, что бы с нами было и какой кровью нам бы это все обошлось. Понимаете? Поэтому мое мнение такое, что несмотря на войну, несмотря на кровопролитие, надо потихоньку возвращать общество к гражданской жизни. Нужно выигрывать мир. А как его возвращать к гражданской жизни? Давайте сделаем реформу потихоньку судебной системы. За счет того, чтобы ввести военные трибуналы, можно пересмотреть закон про судовую систему и статус судей. Понимаете? Но это же кому-то надо сделать. Кстати, а почему, как вы думаете, почему у нас новый генеральный прокурор, Костин, почему он настолько не медийный и не публичный? Мы вообще, если честно, не знаем, что происходит в офисе генерального прокурора сегодня. Вот если Венедиктова, она каждый день строчила в фейсбуке подозрения Тини Кандилаки, там, я не знаю, Оли Скобеева и Соловьева, каждый день Венедиктова, пока ее послом не отправили, то Костин совершенно не медийная фигура, и мы вообще не знаем, что происходит у них там. Ну, потому что Костин же не Венедиктова, вы же сами понимаете. Это так. А что эффективнее в данном случае? А эффективнее, я думаю, ну, можно меньше писать и больше работать, если так честно. Но я тоже думаю, что информации от генерального прокурора мало, нужно больше. У него есть пресс-служба, и немаленькая, она при мне была создана, вот, немаленькая пресс-служба, хотелось бы знать больше, что происходит в этом офисе, потому что офис является координатором всей правоохранительной деятельности. Ну, да. Поэтому от того, как живет координатор, и чем он живет, и как он работает, зависит работа всей правоохранительной системы. Ну, вот, не знаю, я никогда не осуждаю и не поучаю генеральных прокуроров, и не говорю, ты хороший или ты плохой. Мне, во-первых, мне нельзя этого делать, потому что это неприлично и неэтично, но мне, например, хотелось бы более эффективной работы, потому что генеральная прокуратура это подспорье для власти, для президента. Это его частичный имидж, не только залужный, не только сбройные силы Украины, но и результат расследования уголовных дел. Ну, где преступники, вор должен сидеть в тюрьме. Это правда. Но очень тяжело посадить вора, который член твоей команды. Посади своих друзей. Нельзя. Не, ну так двоих же, но не 500 тысяч. Ну, скажи мне, кто твой друг, Светлана Михайлович, тут такое. Они правильно прочитали этого кунина, который сказал троих. Вот они троих и посадили. Светлана Михайлович, важная тема, которая точно требует вашей аналитики, это все то, что на прошлой неделе закрутилось и продолжается в информационном пространстве, все то, что связано с выборами. Выборами во время войны. Осторожное или намеренное, уж не знаю, значит, высказывание спикера Верховной Рады Стефанчука по поводу того, что во время военного положения выборы Конституция проводить не запрещает, вызвало жуткий резонанс. Почему? Потому что, ну, по всем срокам выборы, которые должны пройти в этом году, в этом октябре в Верховную Раду, они уже не пройдут. Если мы говорим о Конституции, они не пройдут по срокам, потому что военное положение продлевается, избирательная кампания не успевает в нужные сроки быть воплощена в жизнь, а значит, не соблюдены демократические нормы. Значит, что говорит Стефанчук? Значит, проведение выборов просто Стефанчук, а руководитель нашего законодательного органа, академик Академии правовых наук Украины. Вы что, Стефанчук? Стефанчук! Знаете, сколько Стефанчуков на Украине? Як Петренко, як Иваненко. Смотрите, но дело в том, что, казуистика тут, дело в том, что Конституция Украины, она нет прямого запрета. То есть, тут подловили Стефанчукавры. Посмотрите, 83-я статья. В случае завершения срока полномочий Верховной Рады во время действия военного или чрезвычайного положения, ее полномочия продолжаются до первого дня заседания первой сессии Верховной Рады, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения. Вот если читать этот абзац несколько раз, то тут запрета, что нет, правильно? Нет, вы же знаете, что Конституция это норма прямого действия. Конечно. Здрасте. То есть, да, остановили военное положение, закрыли, все, сняли, на следующий день объявляются выборы, проводятся выборы, установленные законом срок, избирается новая Верховная Рада и старая Верховная Рада, там четко все, складаю свои полноважения в день первого заседания новой Верховной Рады. Что тут читать? Что там читать? Зачем там? Ага, давайте мы напишем, давайте так, запишем Конституцию, значит, подчас военного військово-военного стану, надзвичайного стану, вибори в Украине не проводятся. Підчас падения метеориту на территорию Украины из Галактики вибори не проводятся. Підчас эпидемии чумы и введения вибори не проводятся. Давай еще будем писать? Наводнения, виборы не проводятся. Святослав Михайлович, но не просто так возникает такая дискуссия, тем более главного законодателя Украины. Ну ничего, ну что, Стефанчук вошел и сказал свою думку, и что? Не кажется ли вам, что власть всерьез готовится к выборам, даже если будет продлено военное положение или так, скажем, обстоятельства будут вынуждать продлевать военное положение, но выборы все-таки надо будет проводить? Ага, ну вот сидят на фронте хлопцы, воюют, умирают. Выходит кто-нибудь и говорит, вот давайте все-таки будем проводить выборы, вот, а они сидят и говорят, а че це без нас? А мы тут. А им такие расы говорят, а че це без вас з вами, у вас є мобильный телефон и проголосуем в ДИИ. А я хочу по місцю прописки, а в Конституции написано прямое открытое голосование, таєнное, а ДИИ это не таєнное. Ну, изменить же это все можно? Не, нельзя, надо изменить Конституцию. а мы не можем сейчас изменить Конституцию? Не, уже не хватает. Военное положение? То есть по этой логике, учитывая то, что Конституцию во время военного положения менять нельзя, выборы провести в ДИИ точно будет беззаконно, противозаконно. Нельзя, 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 нельзя. Хорошо. Воно не таєнное, воно може бути и пряме, але, яке воно пряме, як мы з вами, наприклад, друзі, вы взяли мій телефон, знаючи мій пароль, залізли в мою ДИИ і проголосували, наприклад, за, ну, за кого? За Тимошенко, наприклад, вы проголосували, а я проголосував за Порошенко, хочу, а ви вже все, потом мені телефон повернули і кажете, пока, подай на мене в суд. о чем же нам тогда говорит Стефанчук? Вот я цитирую. Он говорит о каких-то важных решениях, которые необходимо принять, чтобы, цитата, нам надо принять эти важные решения, потому что, с одной стороны, мы должны обеспечить стабильность в государстве, чтобы государство не было разорвано выборами во время войны, с другой стороны, мы должны обеспечить вот этот поток демократии, за что Украина, в принципе, и борется. Я хочу вам сказать и напомнить и нашим зрителям в том числе, о том, что о выборах и демократии нам немного ранее заявляли американцы. Подожди, подожди, подожди. Вот этот поток демократии мне напомнил, ты помнишь, там было в Верховной Раде какое-то голосование турборежим, о! Вот помнишь, был такой... Зеленый принтер. Да, 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 турборежим, шлеп, 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 помнишь? Вот это и есть поток демократии. Я понял, что имел в виду Стефанчук, только сейчас я догадался. Это турборежим в Верховной Раде. Вот что, было поток демократии. Я понял, да. Так, и что, американцы, Кокс говорит, давай выборы, правильно? Да. Ну, а Коксу что, что Кокс должен сказать, не надо выборов? Он что, читает наше законодательство? Кокс напоминает нам, что, господа украинцы, не забывайте, что рано или поздно мы все равно заставим вас провести выборы. И те, кто рассчитывает сидеть долго и долго управлять этим государством, не будут этого делать в нелегитимный способ. Вот что сказал Кокс. Кто этого не понимает, тому привет. Но это не значит, что эти выборы будут сейчас. Но Кокс сказал, что вы, ребята, воюйте, но выборы все равно у вас будут. Как только придет время, никуда не денетесь. Мы вас заставим их проводить. Все. Да уж. Как вы думаете, если мы уже о выборах, имеет ли Владимир Зеленский шанс завести свою большую команду в Верховную Раду? Или эра монобольшинства Зеленского закончилась? Не, может. Это смотря только с кем он объединится. Если он объединится с заложным, например, у них отношения отличные, я смотрю. Они нормально... Это вы по фотографии судите? Да, да. Ну, оружие такое красивое подарил он ему. Пистолет. Мне нравится такое. Коробки. Я бы не стал в таком случае так смело говорить о дружбе. А как иначе? У меня нет никаких информационных данных о том, что у них какие-то противоречия возникают. А мне кажется, что это одно целое. Они абсолютно поддерживают друг друга, понимают друг друга. А какие противоречия могут быть между верховным главнокомандующим и главнокомандующим? Вот представьте, противоречия между Сталином и Малиновским, Сталином и Жуковым, Сталином и... Дело в том, что Зеленский не сталин. Не сталин. Да. Но какие могут быть противоречия? Если бы были противоречия, он же может его снять. Значит, если он его держит, значит, он доволен. Значит, у него все получается. Зеленский же понимает, что в любом случае он будет крайним. Я надеюсь, он это понимает. Потому что не удастся ему объяснить, что не он. Ну, не удастся. Поэтому это его вопрос. То есть, если Владимир Зеленский военится с Залужным и условно или создаст один из проектов, как говорят, партия бывших военных, которые вернулись... они создадут, наверное, какое-то объединение, которое будет называться там Зеленый фронт або фронт на перемогу або Украина до перемоги. Я не знаю, как они назовут, но не важно. Украина до перемоги, например, объединяет военных, гражданских, я не знаю, кого они там возьмут, прокуроров, судей, может быть, какого-то журналиста подцепят, где-то, который там правильно пишет. Вот. Все, и пойдут они, конечно, на выборы большой, монокомандой, которые, они будут рассчитывать на 80-90 мест в парламенте. Но! Есть одно но. Страшно неудобное для власти результаты войны. Это главное оно. Точка. По поводу результатов войны, финальная тема, закрывая наш с вами разговор. Обратите внимание, Константинский выигрывал у Порошенко. За счет жесткой, повседневной, открытой критики. Причем не совсем дорогой критики, скажем так. Да, немножко примитивненькой. Да, вот вы там, я ваш вырок, вы злодей, пометаешь, там так, так, так. Мы купились, Савел Михайлович, мы купились. И я голосовал. Мы сильно хотели избавиться от Порошенко. И я голосовал за Зеленского. Я говорил, во, все, вот, наконец-то, блин, слава Богу, тем более я знал Владимира Александровича как нормального, порядочного человека. Вот. И понимаете, мы все поверили, что да, вот он, может быть, это еще будет. Может, мы еще просто не дождались. У нас еще есть время. Понимаете? И поэтому, а вот представьте себе на минуту, это в мирное время, это Свинарчук просто три гранаты украл. Или, извините, не украл, а там какой-то танк не сделал. Я не знаю, что он там, моторы не там купил. Не знаю, я что он там сделал. И этим Свинарчуком лупили этого Порошенко, а он не знал, куда от него деться. А вы представьте себе, что будет сейчас. А особенно, если мы не добьемся тех результатов, на которых рассчитывает, на которые весь украинский народ. это что-то труд. Порошок. А вы, Светлана Михайлович, я прошу прощения, уточню, как на это все смотрите. Вот вы говорите, результаты, на которые рассчитывает весь украинский народ. Я не буду выдвигать на посаду президента свою кандидатуру. Но вы скептик в этом отношении? Потому что... Я оптимист. Не, я скептик, я всегда скептик. Не может быть прокурор-оптимистом. Ну, вы же умный человек. Но прокурор, блин, это человек, который все время сомневается. Во всем, во всех, во вся. Ну, слушайте, ну, не сомневающийся прокурор это либо сумасшедший, либо дебил. Как же можно человека оставить прокурором, который, блядь, ни в чем не сомневается? Это я должен поверить... У меня фамилии просто и лица перед глазами украинских прокуроров. Я должен поверить либо свидетелю, либо обвиняемому. Я же во всем сомневаюсь. Я везде ищу подвох. Я везде вижу обман. Ну, пусть меня извинят те, кого я критикую, но я такой человек. Понимаете? Я сомневаюсь. По поводу результата войны в свежем интервью Владимир Зеленский выдал интересный тезис. Какой-то он, с одной стороны, странный и обнадеживающий, а с другой, какой-то непонятный с точки зрения перспектив, наших перспектив. Владимир Путин не выдержит и умрет. Владимир Зеленский говорит о том, что 30 лет Путин точно не выдержит, да и 10 лет не выдержит, судя по тому, как ведет себя на поле боя Россия, да, захватить Украину не получится. Ну и вот Зеленский говорит, Путин умрет. Если честно... Так мы все умрем. Да, просто мы такое можем видеть, знаете, когда там на Ютьюбе торологи раскладывают карты, там Арестович может что-то сказать, что Путин умрет. А где Арестович? Где Арестович? Где Арестович? Черт, что-то с глазом у него, не знаю, где-то что-то... А он, эраб был на фронте, да, или что? Нет? Вы знаете, я не интересуюсь, честно. Я понял. Я просто его не видно, я не знаю, что с ним случилось. Да нет, вроде вот вчера где-то что-то мелькнул мне, да. Но не суть. Владимир Зеленский говорит о том, что Путин умрет. К чему бы это, Светлана Михайлович? Кажу. К чему нас готовят? Нас готовят к Патрушеву. Это не хуже ли, чем Путин? Ну вот, если с Путиным еще что-то можно разговаривать, я ничего там не имею конкретно против конкретного Патрушева, хотя я много чего имею против всех руководителей России, как и каждый гражданин Украины. Не знаю, не знаю, кто может там прийти. Но если придет такой, как Пригожий, ну, я не знаю, то кровь будет проливаться еще лет 20. Правда, мало кто будет кому-то проливать. У них народу больше. Я не знаю, где мы возьмем столько людей и техники. Вот. Ну, а тогда вообще не о чем будет говорить. Если Путин умрет, нафиг, пусть умирает. Мне его не жалко, абсолютно. Мы все... Нет, дело не о том, что жалко-не жалко. Почему об этом говорит Зеленский? Мне когда-то покойная мама говорила, я что-то ей задал вопрос, говорю, мама, слушай, а ты умрешь? и так переживал, знаете, лучше. Она говорит, ты не волнуйся, сынок. Все, кто родились, все умрут. Я умру, и ты умрешь, и дети твои умрут. Главное, не бояться смерти и прожить эту жизнь достойно. А остальное все под Богом. И я после этого перестал бояться смерти. Я понимаю. Так вот по Путину. Почему Путин должен умереть? Ну, я ж так понимаю, что Зеленский... Нет, подождите. Не почему Путин должен умереть, а почему он должен умереть в нашей военной стратегии. Это как бы на Бога надейся. Я вот именно в этом-то вопрос. Нет, ну так вы же понимаете, что разведка, контрразведка сообщает. А-а-а. Что мы готовим... Вот оно что. Готовы, готовы. Уже с ним разобраться. Дайте только отмашку, Владимир Александрович. Он говорит, да, он скоро умрет. Я скажу отмашку, все капец. Хорошо. И дрон на кремль. Понятно. Тогда почему западная пресса, вот, например, политику, выдала, ну, очень такой контрреволюционный материал о том, что будет в Украине и как будет распределена власть в случае гибели Владимира Зеленского. Эта статья навела уже шороху и кипишу значит в европейском сообществе, в Америке, у нас, разумеется, значит, политика... Я сейчас объясню почему. Сейчас я знаю почему. Я понял твой вопрос. То есть план, там расписан план Украины на случай гибели Зеленского. Вот так. Я объясню почему. 8 месяцев тому назад было оприлюднено секретная записка. Помните, какой-то там сержант, сержант психически нездоровый, кстати, где он вообще? Ему дали 90 лет. Вот. Слил, помните, какие-то секретные материалы. И эти секретные материалы была докладная записка ЦРУ каким способом можно прекратить войну в Украине. Первым пунктом была смерть Владимира Путина и вторым пунктом была смерть Владимира Зеленского. Это было написано в докладной ЦРУ. Поэтому Владимир Исанович говорит, нифига, сначала ты, а потом мы посмотрим. Вот и все. Он же тоже читал эту записку. Понимаете? А почему вот эта политика пишет? Потому что это же докладная записка ЦРУ, где написано, что Зеленский вот тоже может что-то с ним случиться. Но мы все люди. С каждым может что-то случиться. Но смотрите, что делает политику. Политику отмечают где-то на выводах, что гибель Зеленского может усилить давление в пользу переговоров и компромисса. Вот это вообще зрада. Не, ну я вообще считаю, что на политика надо подать в суд немедленно. Потому что какого фига они желают смерти нашему президенту? Нет, это очень странно. Я что за бред? Она вела статья огромная. Уже дошло до маразма. Они говорят, что если умрет Зеленский, да, я так понял, то легче будет договориться с Путином? Ну вероятно, логика такая. Ну что, они ненормальные вообще? Да надо в суд на них подать. Тоже мне газетам. Понимаете? Нельзя так. А что мы опустили голову, лапки, ножки? Мы боимся судиться с американской газетой? Да чхать нигде. Слушайте, мы боимся китайские дроны закупать, чтобы не обидеть американских наших партнеров и друзей. откровенную дурню. Почему нам не обратить на это внимание? Не защитить свою честность? Они это как бы не предполагают, точнее, не утверждают, а предполагают, что вот это может случиться. Да, они хитрые предполагают, но намекают. Знаете, я ничего не хочу сказать. Странно, да, странно очень выглядит. Я это понял. Я не читал, но я это понял. Как будто заказали эту статью где-то в Крымле. Да. А пусть они напишут, что будет с Америкой, если, например, Байден умрет. А ну, там-то система работает по-другому. Там, точнее так, там работает система, в принципе. Если умирает президент, есть сразу... Хорошо, если весь Белый дом там. Не, ну это... Это вы уже... Давайте еще вспомните Карибский кризис. Бомба там еще. Да-да-да. Ну я шуму, но не надо об этом. Это... Я считаю, что с журналистской точки зрения это непрофессионально, это неэтично и это незаконно. Как вы думаете, почему так много неэтичных, ненормальных и даже аморальных статей выходит на западной... в западной прессе по поводу Украины? Вот если мы говорим о контрнаступлении, да, вот, например, мы, понятно, мы побеждаем, мы идем вперед. Вот, это нормально и как бы так оно и есть для нашего информационного пространства. А западная... Ну, россияне у них там свое. Западная пресса просто пестрит заголовками о том, что контрнаступление накрылось медным тазом, оружие не используется, военные действуют неслаженно. Какой-то бред. Кто заказывает эти статьи? Избирательная кампания началась. Кто поставляет оружие? Поставляет оружие власть Соединенных Штатов Америки. Основной поставщик. Как мочить власть своего конкурента? Он действовал неправильно, незаконно и нерационально для государства. Все. И появились статьи, которые мочат власть американскую. Не Украину. Украина воюет. Мы вообще не можем без оружия воевать. У нас нету своего ничего. Ни денег, ни оружия. Уже и людей нет, наверное. То есть власть... Это политика. Это уже выборы. И с каждым днем таких статей будет все больше и больше. Единственный способ ответить на эти статьи взять 25 майорских или там 25 бахмутов. Вот как только мы зацепим 25 бахмутов и 25 майорских статьи тут же прекратятся. Светлана Михайловича. Не открыть. Понятно. Финальный вопрос. Контрнаступление обсуждать с вами не буду глобально, но не могу не вспомнить недавний совершенно скандал, который возник из-за некоторых ваших высказываний, на что отреагировал... А уже закрыт этот скандал. Да, он закрыт. Он закрыт. Вы сказали, что разная информация. У Маркуса одно, у вас другое. Глобально после этого вот как вы думаете, просто вы тоже являетесь участником информационной войны. Да. Вы пересмотрели вот некоторые свои рассуждения по поводу войны, контрнаступления и вообще в принципе... Спасибо, Макс, за вопрос. Если честно, пересмотрел. Честно, пересмотрел. Я не военный. И вмешиваться в работу руководителей военного ведомства, даже руководителя бригады, понимаешь, с моей стороны это было неэтично. Даже если там погибли люди, даже, хотя, как оказалось, там не так много их и погибло, и слава Богу. Но мне, гражданскому человеку, учить тех, кто проливает кровь на передовой, некрасиво и неэтично. Оценивать их работу. Я извинился перед военными, я извинился перед своим родственником, братом сводным, я извинился перед Маркусом, написал ему письмо. Я считаю, и он мне... Он ответил, кстати? Нет, он не ответил, но он там, он не всегда берет телефон, и не надо мне отвечать. Он прочитал, это важно. Вот, поэтому я считаю, что все, конфликт закрыт, никаких обид нет, мы все мужчины. У меня, как бы, было, боясь за моего кровного родственника, единственного из всей моей семьи, оставшегося в живых. Больше у меня никого нет. Вот, по линии родителей. Да. Вот, поэтому так случилось. Ну, все, проехали, поехали дальше. После победы я найду этого Маркуса. Мы с ним сядем, поговорим. Звучит, конечно, я найду этого Маркуса. Найду по-любому, я уже ему сказал, что я тебя найду, я приду, пожму тебе руку и извинюсь лично. Если он не захочет встречаться, я его все равно найду. Ну, чтобы руку пожать, ну что? Напишу еще одно письмо. Да. Берегите вооруженные силы Украины, как очень часто мы слышим на моем канале, здесь очень многие гости об этом говорят. Потому что наблюдая за той политикой, за той системой, которая, к сожалению, в Украине так и не работает, так и не смогла измениться во время полномасштабной войны, вся надежда как раз таки остается, она ложится на плечи наших военных. Поэтому героям слава. Спасибо большое, Светлана Михайлович, вам за этот разговор. Спасибо. Спасибо.